Музыка 2019 год особенный для Северского района. Муниципалитет отмечает свое 95-летие, а несколько его населенных пунктов празднует 155-летний юбилей. Первая отметила круглую дату станица Азовская. Несмотря на плохие погодные условия, станичники пришли поздравить друг друга с юбилеем. Не оставила без внимания азовчан и районное руководство. Я хочу всем пожелать мира, благополучия, счастья вашим семьям, вашим детям, вашим внукам. Пускай еще тысячелетиями Азовская будет процветать и будет гордиться своими земляками. А вам есть чем гордиться. Пусть будет мир, пусть будет чистота, уют, потому что вы живете на самом деле в самом прекрасном уголке нашей Кубани. С праздником вас, дорогие земляки! Мира и добра! 155 лет назад предки нынешних жителей Азовской сделали все возможное, чтобы станица процветала и укореняла казачьи традиции. И по сей день здесь, как нигде, в северском районе чтят обычаи. С импровизированной сцены звучали теплые слова о родной станице. Есть у нас в России много разных сел и городов, но ты лучшая и каждый это здесь признать готов. Обозначена на карте, ты некрупна, но ты есть. Мы тебя восхлавим нынче. Юбилей, хвала и честь! На праздники не забыли жители Азовской, носящих неоценимый вклад в ее развитие. Их наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Всех собравшихся ожидал праздничный концерт. В этот день отметила юбилейную дату и станица Дербинска, Ильского городского поселения. Праздничные гуляния объединили жителей и гостей станицы от мала до велика. Со сцены звучали теплые слова поздравлений. Каждого хочу поздравить с этим праздником. Пожелать каждой семье достатка, уюта, тепла. Конечно же, мирного неба над головой. Чтобы вы всегда радовались счастью своих детей и внуков. Чтобы, как вот сегодня, большой такой семьей всегда встречали, всегда праздновали свои юбилеи и не только. Спасибо вам за труд, спасибо вам за такое отношение к своей станице. Дай Бог, чтобы все было у вас хорошо. С праздником, дорогие мои земляки! Какой праздник обходится без песен и танцевальных номеров, особенно если это юбилейная дата. Солисты и творческие коллективы Ильского дома культуры порадовали зрителей. Мама, мама, ты одна, не предашь и не разлюбишь. Мири этом и другом, ты всегда со мною будешь. Застольную чару до края дольем, Застольную песню и края споем. Любовь нам подтянет, Любовь подкует. И песня словно чарка, Откуда пойдет. В Азовском сельском поселении отпраздновало юбилей и станица Убинская. Гуляния здесь прошли с казачьим размахом. По традиции почетных гостей встречали хлебом с солью, а куреня радовали обилием традиционных кубанских угощений. В уютной атмосфере праздника прозвучали слова поздравлений. 155 лет это маленький срок, это всего-навсего три поколения. Но за эти годы эта станица пережила очень много. Желаю вам счастья, мира, любви, чтобы в каждой семье было взаимопонимание, чтобы вас любили внуки, дети. С праздником! Всего вам хорошего! Убинская очень красивая станица. Она известна далеко за пределами нашего района. Многие знают, многие едут сюда ей любоваться, здесь отдыхать. И почему она такая замечательная? Здесь живут очень хорошие люди. Это самое большое богатство этой станицы. Трудолюбивые, честные, открытые, которые любят свою землю и которые своим трудом ее украшают. Разрешите пожелать вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, близким, успехов вашим детям и всяческого счастья. В юбилейный день для жителей и гостей состоялся праздничный концерт. Порадовала всех ценителей народной кубанской музыки, гордость всего района, фольклорный коллектив «Тополына». Не остались в стороне и представители молодого поколения. Финалистка шоу «Ты супер» Александра Панкратова подарила землякам музыкальный подарок. Моя Россия, ты как синяя и небеса, «Тополына». На праздники не забыли и о самых маленьких. Для детей работали аттракционы и другие развлечения. Впереди жители Северского района ожидает еще немало торжеств, посвященных юбилейным днам рождения. Праздничные мероприятия, посвященные Дню России и 155-й годовщине заселения Станицы Северской, пройдут в райцентре 12 июня. Праздничный день начнется с 9.00 в парке культуры и отдыха имени Пушкина. На танцевальной площадке до 10.00 будет проходить концерт духового оркестра Северского дома культуры. В 10.00 на площади района администрации пройдет флэш-моб «Вместе мы сила». Торжественное открытие праздника запланировано на 10.20 в парке. Вечерняя программа тоже обещает быть насыщенной. В 19.00 на площади Северского дома культуры начнется концертная программа духового оркестра, льется музыка над родной станицей. С 20.30 гостей ждет праздничный концерт, после чего в 22.00 торжества завершит праздничный фейерверк. Краснодарские электрические сети информируют. В связи с реализацией масштабного проекта по установке современных многотарифных приборов учета электроэнергии в поселке Афибский, в период с 3 по 11 июня возможны ограничения электроснабжения следующих потребителей. Улицы Привольная, Победы и Толстого. 3, 4 и 5 июня. Улица Толстого, 6, 7 июня. 7, 10 и 11 июня. Улицы Центральная, Гагарина, Короткая и Бондаренко. Данные мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения и призваны защитить интересы добросовестных пользователей. Телефон горячей линии 8 800 100 15 52. На Останкинской башне готовится к Всемирному дню донора крови, который пройдет 14 июня. Впервые добровольцы сдают кровь на высоте 337 метров из окон панорама всей Москвы. Лето – пора сезонного спада количества доноров. Для пациентов это плохо, потому что если плазма хранится до трех лет, то тромбоциты не более пяти дней. До настоящего времени нигде в мире не нашли замены донорской крови. Попытки какую-то искусственную кровь делать, они, конечно, существуют, но я вас уверяю, при нашей жизни мы не дождемся. А все самые современные направления – и акушерство, гинекология, онкология, гематология, какие-то чрезвычайные ситуации – они невозможны без компонентов, которые получаются из донорской крови. Процедура занимает около пяти минут. Врачи отмечают, портрет добровольца разительно изменился. Если в 90-е людей привлекала денежная компенсация, то последние 10 лет сдача крови стала осознанным актом помощи. Михаилу 40 лет, донором стал впервые. Шутит, что наконец узнал свою группу крови. Не более чем обычный анализ крови, абсолютно такие же ощущения. Вот я вот только-только встал с кресла, прекрасно себя чувствую. Все мы смотрим все время новость, все мы понимаем, что кровь на переливание необходима. Основной наш донор – это молодой человек от 20 до 35, до 40 лет. Они очень мотивированы на донорство, понимаете, они много знают, они понимают, для чего они это делают. Всего в России порядка 1 миллиона 300 тысяч доноров крови. Причем мужчин и женщин примерно поровну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова